В категории Нань Цюань Андрей Коваль Представитель сборной Украины Наш основной конкурент Алексей Лихов Очень хороший парень Если он отработает чисто, Алексею придется Думаю, сильно постараться Тем более, там есть оценки уже и 9,2 Есть оценка Ну, посмотрим Ну, у этого будет оценка выше Он очень сильный в этом виде программы Есть ли обязательные элементы Смотрите, какая наполненная Калька вторая Калька вторая Калька вторая Калька вторая Сейчас 720 у него должно быть Ну, хватит духу сделать Да, молодец Ровно сделал, пришел без ошибки Калька вторая Ровно упал на показательность на этом элементе Вот видите, как сложный элемент 720 градусов Молодец О, красиво как Калька вторая Калька вторая А вот вопрос его посадки Хорошо, низко сидит Низкие позиции Видео он до конца сохраняет То есть у него позиции четкие Он не пришел На фигу 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 Самый захватывающий момент Я лично Я лично Я просто не подберу Алексей Ильихов Основной конкурент Украинского спортсмена И сейчас все зависит от того Как он сможет сделать свою программу Абсолютно чемпионат Россия Такие ошибки при таком уровне конкуренции делать нельзя. Как думаете, просто переволновался? Тот самый фактор везения, волнения. В конце концов, красовый салют. Да, я думаю, что это не красовый салют. Мы очень болеем за Люцеем. Конечно, хочется верить его. Но мне лично уже сейчас я могу сказать, Андрей Коваль понравился больше. Сейчас старается подачей своего комплекса компенсировать эту техническую игру. Но вряд ли. Судьи, кстати, должны заметить. Он ошибся в прыжке. У него был соскок в двух ногах. И это достаточно серьезная ошибка. 0-2-0-3? Не так просто. Да, мы взломаем. И вот Тагир Муратов. Тагир Муратов. Тагир Муратов. Тоже воспитанник Татьяна Куприяновой. Золотой призер чемпионата России этого года. Чемпион Европы. Золотой призер чемпионата Европы в Кортугалии. Золотой призер чемпионата Европы в Кортугалии. Здорово. Золотой призер чемпионата Европы в Кортугалии. Чисто проходит. Золотые элементы. Обязательно. Посмотрим сейчас, как прыжки пройдет. Молодец. Молодец. Такая же, как у Крафика. Даже здесь еще меньше. Очень хорошо сделано. Мне нравится. Чистое движение. Спасибо. Чистое движение. Бегуинский с правоматой на 360. Дальше, сразу же, вышел дальше в композицию. Хорошо? Чисто? Чао Джан. Движение. Сейчас главное не потерять темп. Не потерять темп и не сделать пробу прошивок. Ну, сейчас у него осталось. У нас показано, что сзади, что сзади, что сзади. Пошел. Посмотрим сейчас. Давай! Айдет! 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 Хитянь, рубящую удар кулаком сверху вниз. Хорошо. Молодец. Ну что, Глеб, сегодня у нас начинается то, что, в общем, зрители так любят кушу. Самое интересное, оружие. Дзянь-шу – это выступление с оружием, коротким и длинным оружием. Сейчас как раз Света Журкина идет, одна из наших молодых спортсменок. Она первый раз выступает. Вчера не очень удачно она выступила. Чан Цюань заняла четвертое место. Уступит Юлия Чернецовой. Ну, все равно наши спортсмены, мы как бы довольны. Но сейчас Дзянь-шу включили к программе. Насколько можно судить, ну, здесь уже понятно, что упражнения по сравнению с предыдущими днями, которые вы видели, они отличаются. Конечно, сохраняется какая-то базовая, базовая самая движение, но при этом техника уже совсем другая. Ну, естественно, оружие, оно накладывает свой отпечаток, но, во-первых, остаются сложные элементы – это равновесие, это прыжки с проворотами, с квистами, и, соответственно, базовые техники тоже самые, но движения с оружием, они уже делают этот вид отличным от другого. И самое важное, что судится уже не только четких позиций, приходов, прыжки, а еще и владение оружием и выполнение специфических технических движений, которых строго фиксирования набора, спортсмен должен определенное количество делать. Ну, и, как мы с вами уже видим, что сами акробатические движения, которые делают на данной неделе, они остались такими же, что без оружия, но, поверьте, и тем, кто занимался, и тем, кто, ну, хоть как-то, хоть когда-то сталкивался с оружием, то, что, да, без крючок в руках пройдет, ну, примерно, много сложнее, потому что он по-большому счету мешает. Ну, что ж, а теперь немножко другой вид программы – Дао-шу. Ну, Дао-шу – это, насколько мы с вами можем видеть, уже другой меч. Да, другой меч, изогнутый, два вида короткого оружия применяются на официальных соревнованиях, плюс южные виды – Нань-дао и Тайди-дянь еще есть. Но они имеют свои специфические характеристики. Основные виды – это вот этот – Дао-шу и Дянь-шу. Юлия Чернецова из Саратова. Вчера она завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по Чан-шуань. Теперь вот оценка, которую она получит в Дао-шу, она планирует для результата в Нагоборе. Да, напомню, как раз, про соревнования в Нагоборе. Соревноваются спортсмены в Тао-лю в три дня, если я не ошибаюсь. Каждый вид оценивается как чемпионат Европы, каждый раз. Оценивается и награждается, отдельные виды, да. И общая сумма баллов в Нагоборе подсчитывается, и спортсмен занимает то или иное место в сумме в Нагоборе. Это самое почетное, считается. Здорово. Хорошо, чисто делает Юля в такой академической, классической манере. Она делает стандартный международный комплекс, но делает его очень чисто. Хорошо, Бедуинский сделала. Юля! Юля! Только сейчас, чтобы не погореть на мелочи, что называется. Маховая. Молодец, не коснулась рукой. Да, но чуть-чуть, чтобы, конечно, ноги и колени, может быть, из-за этого чуть-чуть будет снежная цепь, но если бы не было. Ну да, но мы говорили, что вот если бы она коснулась рукой, по заявке-то у нее было маховая, и она боялась сделать, чтобы было немножко видно. Чуть-чуть буквально, тем более в самом конце, это очень сложно. Друзья, вы уже обратили внимание на кисти, на различных оружиях, ну, на различном оружии, там бывают то платки, то какая-то специальная кисть. То есть, ну, бытует очень много мнений в кругах, которые, к сожалению, не занимаются уж и для чего они нужны. Хорошо, кстати, начала французская спортсменка Селия Нгуен. Неплохо так у нее фактурная морфология. Короткие ноги, ей легко принимать позиции, как у любой азиатки. Раз, ну и там, а вот не додержало. Вот видите, не додерживает. И первое, и второе не додержало. По поводу платков, я думаю, когда закончат у нас выступление Селия. Это декоративная деталь, Дмитрий, это декоративная деталь. На самом деле, все разговоры о том, что на дау платки применялись для вытирания крови исторически, они не соответствуют действительности. Это, знаете, как в яйду, когда стряхивают движение Тибури, оно, конечно, не применялось для стряхивания крови. Катану вытирали салфеткой специально из рисовой бумаги. Ну, вот, значит, красивая для, в общем-то, украшения комплексов. Традиция. Традиция, да. Но это декоративная деталь. Есть или бунчуки, как их называют еще. Они есть и на казацких шашках. И здесь они скорее играют роль противовеса для лучшей центровки мяча. Для того, чтобы шашка, если мы говорим о шашке, чтобы она крутилась. Да, для как раз как противовес используется, для раскручивания, для круговых движений. Провалилась позиция. Одна из самых распространенных ошибок сейчас как раз хотел сказать. Вот видите, опять позиция, да, не фиксируется. Вот сейчас даже в простой, казалось бы, позиции оторвала ребро стопы от пола. Это, скорее всего, безус российской сборной. Напомню, она чемпионка мира в этом виде. Ушу. Серебряный призер чемпионата мира в Макао. И шестикратная чемпионка Европы в Дзяньшу. Теперь Катя уже семикратная чемпионка в длинном кулаке, что для нас особенно приятно. Таких людей мало в России и других видах спорта. Их единицы. На 720 с небольшой ошибкой, пожалуй, была. Чуть-чуть не докрутила. А вот это здорово. Хорошо равновесие сделала, красиво. На выходе вам не показалось, что она чуть-чуть не дала? Назад, поэтому она вот в 540 градусов прыжок ровно пришла. Ну, это ее вид, конечно, она блестяще делает. Даже судьи, которые сейчас сидят в соревнованиях, они, да, отвлекаются. Да, отвлекаются. Среди равновесия, как вы, 5 секунд. Она даже специально это делает. Масовая вперед. Проехала нога, только как раз и говорила по поводу ковер. Еще немножко новый ковер, привезенный специально благодаря помощи вице-мэра Москвы Валерия Шанцева. Нам удалось два ковра скачать в муниципальной школе в нашу к этим соревнованиям. О, оригинальный элемент. Вертушка на коленях. В том, что это будет выступление сзади. Чемпион Европы, чемпион России. Довелось посмотреть и мне, и Глебу на Владимира на разминке, ну, как-то он вообще безэмоционально все делал. Сейчас Владимир Красюк проходит службу в вооруженных силах. Он в портроте служит. Наступает за сборную России. У него свой комплекс. Да, у него свой комплекс. Защищает российский флаг на спортивных аренах. Отличный сейчас выслужок. Два оборота. Четкое приземление. Здорово. Хорошая связка и оригинальная. Оригинальная, красивая связка. И, ну, прыжочек великолепно. Молодец. Молодец. Так сложно все замечательно. Чуть-чуть дотянуло. Сложная композиция у него, конечно, прыжков комбинационно построена. На хорошем темпе прошел нигде не ошибки. Молодец. Вот болельщики поддерживают его. А поддерживают, как правило, свои же товарищи по сборной команде. Что-то я не слушал, чтобы хотя бы кто-то, кроме турецов, в русской сборной своих так сильно поддерживал. И те пасаньда. Ну, вообще это мешает выступать спортсменам. Такие критики. И поэтому пришлось даже мне здесь сделать замечание бритерин. Для того, чтобы снять критики такие излишне эмоциональные. Вы знаете, что на Олимпиаде, когда засудили Алексея Немова, зрители вообще не давали продолжать соревнования. Да, американцы столкнули. И выступать в таких условиях просто невозможно. Но тогда было неч. Ну ладно, не будем углубляться. Великолепно заканчиваем выступление. Владимир Коваль. Итак, Андрей Коваль. Украинский спортсмен. Вчера он завоевал золотую медаль в Наньсюань в южном кулаке. Очень талантливый, хороший парень. Фактурный, основной соперник нашего Владимира Красюка. Сейчас посмотрим, хватит ли у него, что называется. Миров-то должно хватить. Поскольку, ну, одна из самых крупных интриг. Посмотрим, очень интересное выступление и такая интрига между ним и Владимиром Красюком. Соревнование. Вчера наш Алексей Ильихов все-таки проиграл 0,02 в результате решения апелляционного жюри. Первое место отдали Андрею Ковалью. Но он и сделал лучше. Хорошо проходит. Молодец. Хороший каскад из двух прыжков. А вот здесь просил чуть-чуть. Просил и не было хлопка. Сложнейшая связка. Но вот с приземлением опять, скажем, что там были проблемы. На одну ногу. И не докрутил. Ой, позиция до сих пор. Есть. Ну, что ж такое. Не везет ему, что ли? Видимо, увлекся сложными элементами. Ну, в этом есть риск, наверное, большого уже мастера в том, что ты делаешь те элементы, которые у тебя отточены на столько, что ты будешь их делать с закрытыми глазами, связанные одной ногой. Или ты будешь игнаться за сложности, будешь ставить сложные элементы. Ты будешь выигрывать, если ты все сделаешь правильно. Ну, вот у него и силы гораздо меньше на пол. Но все силы для движения меньше, чем Владимир Кофика. Хотя все сложные моменты он прошел неплохо. Видите, да, и к концу уже хват неправильный.